Все, включил занятие. Добрый вечер всем. Если сходу есть какие-то вопросы по поводу предыдущего занятия, то можно сейчас их задать. А если нет, то мы тогда двинемся дальше, и я скажу, чем мы будем заниматься на сегодняшнем занятии. Можно я? Да, пожалуйста. Прошу. Мы когда давали разъяснение по поводу разных видов, текстов «Миф», «История» и «Медраж», мы их определяли в соответствии с их структурой литературной времени. Какие критерии отнести какой-то текст к одному из этих видов? Мы попытались эти критерии обозначить. Те определения, которые мы дали, они базировались на определенных критериях. То есть эти критерии действительно культурологические, литературные, но вполне ясные. Хотя, как я еще и в прошлый раз сказал, совсем не всегда очевидно, что тот или иной текст можно однозначно отнести к чему-то. Мы сегодня как раз этим займемся. И посмотрим. Я использую этот вопрос как триггер к тому, чем мы будем заниматься сегодня. И мы как раз посмотрим два вида текстов, один из которых я хочу представить как своего рода «Прото-Медраж», а другой текст как раз в связи с тем вопросом, что это, миф или история. И тогда, может быть, этот вопрос разъяснится, станет более ясным. Значит, сегодня, с одной стороны, посмотрим на некоторый повторяющийся мотив книги «Верешит». Вполне очевидно, что следует начать наше обсуждение с книги «Верешит», но мы к ней будем возвращаться и в дальнейшем. Скажем, через пару занятий мы вернемся к книге «Верешит», как раз, чтобы взглянуть на нее с точки зрения того, в какой степени в тех или иных текстах этой книги отражается реальная история. А сегодня мы займемся несколькой иной вещью. Значит, мы говорим сейчас… Вообще, я как бы хочу сразу же сказать, что не то, что мы будем на этих занятиях соблюдать какой-то четкий порядок следования текстам в Танахе. Мы будем выборочно выбирать тексты и как-то стараться проанализировать их с точки зрения принадлежности их к мифу, истории или же мидражу, и как бы так будет постепенно выстраиваться картина. Значит, что такое, в сущности, говоря, мидраж, как вы сказали? Мидраж – это текст, который реагирует на текст. Это текст, который читает текст, который перед ним, и пытается его объяснить, истолковать, ибо что-то в исходном тексте непонятно или мешает, требует каких-то пояснений, добавок. Это как бы такое очень общее, конечно, определение, под которое можно много что подогнать. Но вот мы сегодня и посмотрим. В книге «Решит» есть рассказы о прадцах. Повторяю, мы сейчас не будем рассматривать эти рассказы в историческом ракурсе, а посмотрим на совершенно конкретный сюжет. Сюжет, который я обозначаю как «жена-сестра», его можно назвать сюжет, его можно назвать мотив. Он повторяется в книге «Решит» три раза. Два раза в связи с Абраамом, и один раз в связи с Ацхаком. Так как построен нарратив, вроде как получается, что это последовательность событий, которые, конечно, похожи друг на друга, но в то же самое время происходят в разное время. Скажем, в связи с Абраамом, первое событие вроде бы происходит в начале его пребывания в земле Ханаанской, когда он спускается в Египет из-за голода. Второе событие происходит через некоторое время, уже после того, что Авраам и Сарай меняют имена и становятся Аврагам и Сара, какое-то время проходит. И, наконец, третье событие, третий рассказ уже с сыном Авраама и Сахак. Теперь я сейчас открою файл, в котором представлю вам некоторую табличку. Значит, вот эти рассказы о жене и сестре. Надеюсь, что все видно вам. Если не видно, вы мне скажете. Как бы это такая сводная таблица того, что есть в наших рассказах. Причем красным шрифтом обозначено общее в них. Есть некий общий сюжет. Давайте как бы на него взглянем. Общий сюжет состоит в том, что герой и героиня оказывается в чужой стране. В обоих случаях существует с точки зрения героя опасность того, что у него отнимут жену и вполне вероятно в процессе этого убьют его. Отнимет жену властителя этого места. Дополнительная сходная черта естественно состоит в том, что героиня красива. А кроме того, кроме того, во всех случаях царь этого места узнает тем или иным образом о том, что речь идет не о сестре героя, а о жене. Теперь я скажу буквально в двух словах и не буду на этом останавливаться. Делались разные попытки в свое время на основании текстов, которые дошли до нас из разных мест в Месопотамии, тексты примерно второго тысячелетия до новой эры. Тексты из такого места Марьи, город-государство, существовавшее в частности во времена где-то примерно в 18 веке до новой эры и разрушенная Хамурапи, такое чуть более восточное город-государство Нузи. И в частности в текстах, которые там были обнаружены, часть текстов на аккадском языке, часть текстов на курицком языке, там были обнаружены довольно немало всяких параллелей тем событиям, не то чтобы даже событиям, но некоторым чертам, некоторым характерным деталям, которые мы находим в рассказах о праотцах и некоторых из них мы вполне возможно в дальнейшем коснемся. В частности в Нузе действительно обнаружили такую вещь как свадебные договоры в рамках которых человек вроде как женится на своей сестре вот и что такие браки считаются особенно престижными. Впрочем, впоследствии были найдены другие тексты, из которых я обставила ровно противоположная, что браки с женой и сестрой это как раз некоторое обозначение сюжета, в рамках которого человек берет едва ли не уличную девку себе в жены. Во всяком случае, параллель истории, которые мы читаем об Аврааме Ицхате в книге Баришит очень-очень зыбкие здесь и труднодоказуемые. Нас же сейчас интересует другой момент. Каково взаимоотношение между этими тремя историями? Очевидно, что первая и третья истории значительно короче второй. Вторая занимает примерно около 20 стихов, первая около 12 стихов, третья еще меньше. И следует, конечно, проследить за теми изменениями, которые здесь происходят, и тогда, может быть, нам станет ясно, какие отношения существуют между этими рассказами. Значит, если мы смотрим на первую историю, то мы обнаруживаем сразу целый ряд проблем разного рода, на которые я обращаю ваше внимание. Во-первых, Авраам в этой истории с одной стороны выступает как своего рода лжец, мошенник, с другой стороны по отношению к саре, к сарай, он тоже ведет себя, мягко скажем, не джентльменским образом, потому что когда ее у него забирают, то он благодаря этому обогащается. Это выделено здесь зеленым шлифтом в первом столбце «Уля Авраам идти в Бавра во имя цону вакар вахамурим ва вадим ушфахот вратонут». Это происходит в тот момент, когда сарай от него забирают. Нигде на протяжении этой первой истории не делается попытка опровергнуть тот факт, что Авраам лжет и вовлекает в эту ложь свою жену в сарай. для спасения жизни, как будто бы, но тем не менее. Кроме того, есть еще одна проблема, а именно третий герой в истории – это бог, который поражает фараона, поражает язвами, болезнями, сказано, негаим, гдолим, из-за сарай, и вроде как получается, что фараон здесь избран в качестве мальчика для бития, без вины виноватый, кто его не предупредил, его обманули, и вот его же еще и наказывают. И, наконец, последняя деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание в этом первом рассказе, которая тоже проблематичная, это то, что, в общем, после того, как правда обнаруживается, фараон довольно резко, если не сказать больше, в общем, прогоняет, прогоняет Авраама и его жену и приказал фараон и отправили его и его жену и все, что есть у него. Это немножко напоминает историю об исходе из Египта, о которой мы будем говорить чуть позднее. там тоже, как мы помним, в какой-то момент фараон прогоняет, прогоняет евреев, там используется иногда глагол тоже тот же самый, как и здесь Леш-Алех, иногда Легар-Эш прогоняет, просто потому, что опасается за свою жизнь, но, тем не менее, евреи изгоняются из Египта. Не зря средневековые комментаторы, даже раньше еще мудроши Казаль видели своего рода в этой истории такую, можно сказать, префигурацию будущего египетского исхода. Это одна из причин, почему я избрал эти две истории, история с женой и сестрой и исход из Египта, как такую двойную тему нашего сегодняшнего занятия. Теперь давайте посмотрим, что происходит во второй истории, если мы удерживаем в памяти те вопросы, которые у нас возникли по поводу первой. Что мы видим? Мы видим, прежде всего, после начала, которое сокращено, диалог между Авраамом и Сарой более короткий, чем тот, который происходит между Авраамом и Сарой в первой истории, но дальше начинаются подробности. Прежде всего, сообщается, что Бог приходит к Авимелеху, царю Грара, у которого они находятся, приходит к нему во время ночного сна и предостерегает его, и говорит, ты умрешь сейчас из-за женщины, которую ты взял, ибо она замужем. И Авимелех, как тут сказано, не приближался к ней. Кстати, говоря, отметим, вернувшись к первому рассказу, еще одну проблематичную деталь. Мы на самом деле из первого рассказа не знаем, что произошло между фараоном и Сарой после того, что она была взята под дворец фараона. Приблизился ли к ней фараон или нет. Этим вопросом впоследствии занимаются мудрецы Медраше Гориши Траба, например. Но и самой историей это неясно. Как бы ее взяли и сразу после этого говорится, что Бог поразил фараона казнями из-за Сары жены Авраама. Здесь во второй истории расставляются все акценты. Во-первых, Бог предостерегает царя. Таким образом нельзя сказать, что царь это без вины виноватый, ничего не ведающий. И Бог тоже ведет себя как справедливый судья. Он не наказывает человека ни за что. Кроме того, нам сообщается, как я уже сказал, что Авимелых не приближался к Саре. Он оправдывается и говорит, что он вел себя, как бы, все, что он делал, он делал в чистоте помыслов своих. Бытом ливовый униклен копай осетизод. Бог это подтверждает и говорит, что именно поэтому я и пришел к тебе, чтобы тебя предостеречь. А между ними происходит обмен любезностями и как бы все становится ясно. Теперь, мало этого, Бога говорит обимелыху, что Авраам пророк. Это единственное место, кстати говоря, не только в книге Берешитной, во всем Танахе, где Авраам называется этим словом. Нави, кенавигу. И отсюда мы, кстати говоря, выучиваем одно из функциональных предназначений пророка. Одно из пророк, в частности, молится за других, ибо его молитва более действийна, чем молитва обычного человека. Если он помолится за тебя, тогда ты будешь жить, потому что сам тот факт, что ты взял себе жену пророка, он уже ставит тебя под удар, и ты должен получить, казалось бы, Бог сам может отпустить этот невольный грех обимелику, но нет, должен быть посредник, пророк, который помолится. Если же нет, то ты умрешь из-за нее. На следующее утро обимелик встает и призывает к себе, во-первых, своих людей, и рассказывает им об этом так, что их наполняет страх в Ир-у Анашим Ме-Од, и из этого страха очевидно, что пиетет по отношению к Аврааму и его жене растет. После этого обимелик призывает себя Авраама, подобно тому, как и фараон призывает себя Авраама, но есть существенная разница. сначала обимелик упрекает Авраама, а потом выслушивает ответ, из которого явствует следующее. Аврааму говорит то, чего нет в рассказе, в первом рассказе, там Авраам молчит, никакого ответа не приводится, а здесь он говорит, что я поступил так, ибо думал, что в этом месте нет страха перед Богом, поэтому я был готов к тому, что я могу здесь погибнуть, рассказ содержит некоторую внутреннюю иронию, ибо, как выясняется, как раз как только они узнают правду, их наполняет страх перед Богом, так что Авраам здесь ошибся, а кроме того, выясняется, что таки цара действительно является сестрой Авраама по этому тексту, правда, как тут сказано, сестра по отцу, не сестра по матери, мы сейчас не будем входить в галактическую проблему, которую обсуждают мудрецы, как же так, Тора запрещает инцест в любой форме, мудрецы, естественно, предлагают объяснение, что то, что было запрещено после Синайского откровения, было разрешено праотцам, но это в данном случае несущественно для нас, для нас существеннее то, что рассказ стремится подчеркнуть, что Авраам не лжет, и он объясняет Авраам, что это, что здесь нет какого-то дурного умысла по отношению именно к Вимелу. Он говорит, что вообще, когда я вышел из дома отца своего и Бог повел меня, то тогда я попросил Сару, что во всякое место, которое мы придем, чтобы она представлялась моей сестрой. Теперь дополнительный момент, на который мы обращаем внимание, состоит в том, что именно после этого, а не до этого, Авраам получает подарки. В отличие от первого рассказа, где Авраама одаривают, как брата, выдающего замуж свою сестру, сразу же, как только сестру, забирают, здесь Авраам получает подарки уже после того, что Сара освобождена, после того, что можно вздохнуть свободно и знать, что никто на нее не дотронулся, и она не оспернена. Кроме того, в отличие от фараона, который прогоняет Авраама, Вимела говорит ровно противоположное. Я вот перед тобой моя земля, выбирай и живи, где хочешь. И эта деталь, можно сказать, была использована, рассказывала в исходе из Египта, ибо это может напомнить нам, то, как братья Иосифа, а потом и вся семья приходят в Египет и в конечном счете им предлагают поселиться там, где они хотят. Царю дарят отдельный подарок, эльф-кесеф, так сказать, компенсация за причиненный, пусть невольно, но причиненный ущерб, то, чего тоже в первом рассказе нет, и заканчивается это тем, что действительно Авраам молится за Авемелеха, и более того, объясняется, чем именно поразил Бог чужого царя. Он поразил его именно тем, что никто в доме Авемелеха не мог рожать. Бог затворил чрево в доме Авемелеха из-за сары жены Авраама, то есть это работает как меда кенагид меда. Конечно, мы можем задаться простым вопросом, сколько времени сара там находилось, вероятно, как бы фактически одну ночь на утро уже все стало ясно, поэтому, что это за странное замечание, но мы не будем придираться к степени реалистичности рассказа, достаточно того, что как бы вот в этот момент, в эту ночь никто не мог забеременеть или никто не мог родить. Наконец, мы смотрим третий рассказ, при тем, как я подведу какой-то итог и выслушаю ваши вопросы и замечания. В третьем рассказе, третий рассказ строится таким образом, что он просто напрямую отсылает нас к первому. Напрямую отсылает нас к первому. Он начинает с того «Ваиги раав вар цмиль вада раав решу наше рая бейм евроан». То есть такая же точно зеркальная ситуация. Во втором рассказе ничего не говорится про голод. Теперь в первую очередь из этого рассказа мы слышим следующее. Из как приходит опять же Кавименов, который здесь называется царем филистимлян. Опять же я сейчас не буду вдаваться в вопрос степени историчности этого. Дело в том, что если мы только в скобках отмечу, что если мы датируем рассказы события, описываемые в рассказах о праатцах, скажем, середины второго тысячелетия до новой эры, то никаких плештим в нашем районе еще быть не может, ибо они появляются впервые в конце тринадцатого, в начале двенадцатого века до новой эры, то есть позднее, позднее деятельности праатцев. теперь бог является на этот раз к цхаку и опять же с явной отсылкой к первому рассказу говорит не спускайся в Египет, оставайся в земле, в которой я тебе скажу. впоследствии опять же в Медраж средневековые комментаторы задаются вопросом, как же мог Авраам уйти из эры в Египет, когда там наступил голод, быть может, это было испытание, которое он, вероятно, не выдержал, так пишет напрямую, например, Рамбан в своем комментарии, когда говорит, что, в общем, Авраам должен был остаться, а не уходить, но задолго до Рамбана и задолго до Медрашей Хазаль мы видим это как такое зеркальное отражение в третьем рассказе. Бог говорит Ицхаку, не уходи в Египет, оставайся здесь, я буду с тобой. Дальше повторяется клятва, которую мы находим в рассказах об Аврааме. Что же происходит дальше в рамках рассказа о жене и сестре? Ицхак живет в Граре, совсем кратко рассказывается о том, что он выдает свою жену за сестру, и что же дальше? Через некоторое время Авимелех, тот ли Авимелех, другой ли Авимелех, наш рассказ не задается этим вопросом, в обоих случаях, и во втором, в третьем рассказе царя зовут одинаково, смотрит в окно и видит, как Ицхак играет с рывкой женой своей. Здесь, конечно, помимо игры Ицхака со своей женой есть игра слов или, если угодно, скрытый мидраж имени Ицхак. Почему Ицхак назван Ицхаком? В самой книге Иврешит есть разное объяснение. Смеется Авраам, смеется Сара боится, что будут смеяться над ней, смеется Ишмаэль, наконец, смеется сам Ицхак, смеется, играет с рыбкой женой своей, понятно, что это эфемизм, что Авимелех подсмотрел то, что, в общем, не должен был подсмотреть, ибо он понимает сразу же, что речь идет не о какой не сестре, а жене. И он призывает себе Ицхака и строго говорит ему, вот я вижу, что это жена твоя, почему же ты сказал, что она твоя сестра? Наш рассказ не очень заботится о объяснении Ицхака, он просто повторяет, я подумал, что умру из-за нее. Авимелех продолжает наседать и говорит, что ж ты сделал? Вот ведь едва ли один из народа нашего не лег с твоей женой и ты, дабы на нас бы оказался грех. Кого он подразумевает под именем Ахада Ам, то, что впоследствии стало псевдонимом известного автора и философа еврейского начала 20 века, может быть, самого себя, а может быть, как раз любого представителя народа, но так или иначе, что для нас существенно здесь, то, что рассказ прекращается не начавшись, что жену и сестру даже не успели взять в царский дворец, когда выяснилось, что она никакая не сестра. После этого Авимелех отдает приказ народу, что всякий, кто дотронется до этого человека, его жены умрет от смерти. То есть нет и рассказа о наказании, потому что не произошло преступление. Более того, сам царь грозит наказанием ослушникам. И, наконец, последняя деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание, подарки. Никаких подарков в третьем рассказе нет. Ицкак не нуждается в подарках от инородца. Он, как истинный сионист, сеет в стране Израиля, получает стократный урожай. Вообще, этот рассказ третий полон выражений, которые впоследствии стали летучими, названиями Меа Шаарима, Хадам, потому что Господь его благословил. И, таким образом, Ицкак разбогател. Вот перед нами третьих рассказов. Я как бы представил вам с одной стороны сходство, а с другой стороны отличие. А теперь я хочу задать вам вопрос перед тем, как я сделаю следующий небольшой шок. Я хочу задать вам вопрос. Как вы объясните отношения между этими тремя рассказами? Приглашаю вас сказать несколько слов. Я пока закрою, сделаю стоп-шер, но вернемся к этому файлу. Пожалуйста, есть у кого-то идеи? Да, господа, пожалуйста, можно включить микрофон и, соответственно, озвучить желаемое. Да, пожалуйста, Миша. У меня сначала мелкий вопрос. Да? Параон собирает сару и дает подарки Аврауму, типа Колыма. Кто-то в этом роде, да. А что, Авимелых берет сару за просто так? Колыма не дает? Этого мы как бы мы можем предъявить претензию к рассказу, который опускает такую, казалось бы, очевидную деталь, но ответом, на мой взгляд, будет только одно. Это сделано совершенно намеренно, чтобы подчеркнуть, что пока сара находится в доме у царя, Авраам ничего не получил и нисколько не обогатился. Здесь Авраам во втором рассказе. Во втором рассказе. В данном случае рассказ готов пожертвовать какой-то, на мой взгляд, реалистичной деталью, напрашивающейся, ради того, чтобы выразить то, что он хочет выразить. Такой рассказ никто не поверит. Насчет того, чтобы поверить или не поверить, это вопрос как бы так зыбкий. В зависимости от того, кто слушает рассказ, один поверит, другой не поверит. Потом, что значит вообще поверить? Поверить во что? В то, что ровно так это и произошло? Не знаю. Это отдельное... Поверить в то, что рассказ передает якобы реальную историю. Якобы или не я. На Востоке так не делают. Не отбирают. Может быть, ты, например, не поверишь, а кто-то другой поверит. Это я не знаю. Степень достоверности рассказа действительно может быть от первого к третьему становится все менее и менее приемлемой. Но с другой стороны, в конце концов, мы имеем дело с рассказами, где напрямую вмешивается в происходящее Бог, происходят чудеса. Современный человек может вообще в такое с трудом поверить. Древний человек мог и поверить. Вот как раз древний человек не мог бы поверить в то, что жену забирают из клана, забирают женщину из клана и ничего не дают заметить. Максимум он бы сказал рассказчику секунду, секунду, а как же Колым? На что бы рассказчик, может быть, ответил бы так подожди, с Колымом мы разберемся немножко ниже. Ты все увидишь. Я и кто-нибудь еще хочешь сказать по поводу взаимоотношения рассказов? Я могу, конечно, сам сказать, что я думаю, но все. Да, пожалуйста. Да? Мне кажется, что тут ситуация такая, что если даже для всех этих властителей их действия были, в общем-то, предусудительными и, в общем-то, для всех наших правоцов тоже со стороны они были недостойными, но они совершались. То есть, это очевидно. Если это для них было очевидно, то и для читателей нашей истории это тоже должно быть очевидно. но дело тут в том, что если убийство сына во исполнении великой миссии было, видимо, оправданным, то потеря сыны во исполнении великой миссии, которые они должны осуществить, оно тоже было, видимо, оправданным. Понятно. Спасибо большое, Сергей. Кто-то еще? Можно еще? Да, пожалуйста, Миша. Ты говорил про архивы Мария. Там, по-моему, есть несколько историй, где брат выдает сестру. Это в Нузе. Это не столько истории, сколько в деловых документах такое упоминается. Причем, я говорю, что велись споры между исследователями этих документах, идет ли речь о каких-то уважаемых браках, как думали сначала, или наоборот о чем-то таком довольно проблематичном, как выясняется из чтения более новых открытых документов. Кстати, Нузе, это был город-государство, который находился на берегу Тигра. Тоже примерно тот же самый период. Это было государство Митани. Тоже во втором тысячелетии до новой эры. Вот. Но, опять же, я как раз этот момент, брак с женой с сестрой, он весьма проблематичный, тем более, что, я еще отмечу, что известны браки с жены сестры из других источников, например, в Древнем Египте. Такое как раз происходило не раз и не два, когда фараоны женились иногда на сестрах, иногда на дочерях даже бывало. Это их не очень смущало. То есть, такие понятия существовали из древнеегипетской любовной лирики, когда нашли вещи, чем-то напоминающие слова Шира Шерима о том, что невеста называется одновременно сестрой, ахотикала. И там такие же вещи. Но я все-таки хочу возвратиться к тому, что я, тому вопрос, который я задал. Можно сказать? Да, пожалуйста, конечно, имею. Значит, мне кажется, что в общем-то тут очень тесно все переплетается. Я не знаю, что подразумевали те мифы других народов, где встречаются эти эпизоды, но в Торе они использованы, так мне кажется, для того, для определенной цели. Из этого исходит их сходство и различие. Да. Одна из целей, это при всем при том, что как бы там есть Ират Шамаем, но это не та Ират Шамаем, которая подразумевает Авраам и Схак, потому что они как бы написаны, готовы были лечь с ней и так далее, но нигде не говорится о том, что кто-то собирался жениться и все такое. То есть одна из целей это показать ту среду, в которую опускается, в которую приходит Авраам, и как живут другие народы, и что его окружает. при всем том, что это еще не было так, допустим, как при Фараоне во время исхода, но это важный момент, мне кажется, чтобы показать, куда они пришли, отличие их от других житий, от других стран. Но и кроме того, что тут как бы заранее предусматривается, что они должны стать прародителями святого народа, и в общем-то это так же, как в Египте обогащаются евреи, когда они получают это богатство из Египта, которые они уже как бы одалживают или собирают это после того, что погибли египтяне. Так и потом, это на протяжении в общем-то Танаха, можно даже сказать, что евреи это как бы народ Божий, и они как бы все народы должны прийти и поклоняться, и что у пророков есть, что другие народы будут и то, что они когда они уже входят в землю Израиля, что они будут жить в домах, которых они не строили, и так далее, то есть евреи, они как бы на положении коинов в мировом масштабе, и другие народы как бы должны их как бы даже содержать и помогать им, и все такое вот, то есть они не как бы их труд это не тот труд который как бы для обеспечения они как бы своего надела как бы не имеют при этом они все время путешествуют пока Всевышний не дает эту землю вот и в этом как бы мне кажется заложена определенная идея изначально какая-то тары которая мне кажется что вот она так и писалась с определенным умыслом с определенной целью и таким образом эти рассказы а то что из-за отличия из-за Абрама это то что конечно из-за получил особо опять-таки святость опять-таки выделенность это большое значение в истории то что он был на жертвеннике и он обладает такой святость которая мне позволяет не спускаться не обогащаться за счет других что он как бы выделен особо по этому вот вот такое спасибо Эмиль я вижу что большинство из вас видимо не смущены тем что смущает меня да я сейчас вернусь к открою его снова меня смущает сам из ответов я так понял что вас это меньше смущает меня смущает сам факт повторения что есть три рассказа которые в сущности говоря повторяют одну и ту же ситуацию создают такой трептих это с одной стороны но с другой стороны я как бы как учил меня из моих эрзакович в таких случаях прежде всего определить в чем сходство и дальше искать различия и тогда пытаться объяснять мое мнение состоит в следующем я его кратко скажу что каждая новая версия рассказа призвана объяснить предыдущую это не совсем конечно медраж в смысле казарин повторяю мы уже это упоминали в прошлый раз есть канонический текст он цитируется и его объясняют объясняют нисколько не смущаясь тем что иногда этот текст вдруг приобретает черты которые мы едва ли могли бы предположить в нем читая первоисточник теперь что происходит на самом деле здесь рассказ переписывается сначала один раз потом второй раз меняется казалось бы некоторый внешний антураж но ситуация не меняется главным образом меняется другое объясняются те проблемы которые возникают сначала в первом рассказе и это объясняет второй а потом третий рассказ который объясняет и первый и второй мы указали на эти проблемы проблема с тем что Авраам ведет себя не очень ясным образом лжет обманывает не видно как он заботится о саре о сарае бог не проявляет черты справедливого судьи и наказывает фараона не объявив ему о том что сара не есть сестра Авраама его жена Авраама обогащается потом Авраама выгоняют в общем с позором из Египта мы не знаем о том что произошло между фараоном и сарой в тот момент когда она была взята во дворец фараона все эти детали вдруг неожиданно высвечивают во втором рассказе случайно ли на мой взгляд нет потому что второй рассказ работает вот как такой протомедраж он объясняет все эти проблемы я еще раз повторяю во втором рассказе бог предупреждает Авраама подчеркивает особый статус Авраама как пророка Авраам отнюдь не лжец он говорит чистую правду или скажем по крайней мере полуправду но во всяком случае не прямую ложь Авраам является непосредственным посредником между богом и людьми Авраам не обогащается за счет цары а получает подарки уже постфактум мы знаем точно что Авемелек не успел дотронуться до цары наконец Авраама не выгоняют наоборот ему предлагают остаться в этой земле и выбрать любое место где он хочет быть объясняют нам наконец что это были за такие казни которыми поразил бог иноземного царя за счет этого второй рассказ становится столь длинным сравните что происходит когда мудрецы толкуют в медрашах тот или иной еврейский рассказ он тоже вырастает очень часто до больших огромных размеров потому что добавляются разные детали теперь третий рассказ наоборот сокращает но что сокращает третий рассказ вообще не хочет смириться с тем что жена героя может быть взята пусть даже на время в царский дворец этого не может быть потому что этого не может быть никогда поэтому это заранее пресекается в корне и второе что не устраивает этот третий рассказ это обстоятельство что наш герой избранник бога обогащается благодаря какому-то инородному царю да ни в коем случае это потом инородный рассказ продолжение инородный царь его вельможек будет рассказываться в продолжении придут к Ицхаку просить его о помощи а не наоборот Ицхак сам сажает и обогащается благодаря этому благословению которое ему обещает бог разумеется Ицхак это третий момент который не устраивает первый рассказ третий рассказ и который не проговорен во втором он как бы подразумевается как само собой разумеющееся но третий рассказ это проговаривает напрямую герой не должен уходить из земли Израиля он остается здесь я были разные способы объяснительного отношения между этими рассказами я сейчас не буду вдаваться в теорию так называемую гипотезу о документальную гипотезу или в гипотезу об источниках Торы я даже сейчас не ставлю вопрос об авторстве это меня меньше волнует на данный момент меня гораздо больше интересует факт того что происходит с рассказом на каждой новой ступенье его преобразования и это на мой взгляд черта мидраша теперь теперь я для того чтобы это подкрепить покажу вам что происходит с этим рассказом в дальнейшем в дальнейшем в постбиблейской литературе этот рассказ продолжает жить так например он появляется в книге юбилеев один из самых древних постбиблейских как бы называть опять же мидрашей во всяком случае вот то что называется the written bible книга юбилеев идет по следам книги Девриямин что мы в ней видим любопытно он не любит эти рассказы не любит он чувствует в них какое-то какое-то неуважение по отношению к избранникам поэтому рассказ об Абраме и Сарай в Египте он рассказывает очень коротко не останавливаясь практически на каких деталях деталях рассказ об Абраме и Сарай в Грай вообще опускает а в рассказе о Бицхаке и Ривке исчезает мотив жены-сестры то есть он это убирает вообще теперь есть еще такой древний текст который найден был в Кумране на арамейском языке называется генезис апокрифон или в наиврите амагиллах и ценит его решит где происходят две вещи очень любопытные с нашим рассказом там пересказывается рассказ о спуске Авраама в Египет чего не хватает в нашем рассказе рассказ наш очень пресно говорит о том что Сара была очень красива и это все зато генезис апокрифон развивается соловьем цитируя обильно Широ Ширим и интерполируя стихи с Широ Ширим по отношению к Саре используя все эти черты и рассказывая о ее красоте кроме того есть еще одна деталь которую которая здесь добавляется и которая отсутствует во всех трех рассказах видимо библейских рассказчиков это волновало меньше Авраам в генезис апокрифон молится о Саре просит Бога освободить ее как же так как же можно представить себе Авраама который лишился своей любимой жены и он не обращается к Богу за помощью во втором рассказе Авраам молится но совсем не поэтому он молится по просьбе Авюмелеха за него где же молитва за Сару ее нет еще дальше идет Иосиф Флавий в первом веке чуть позже генезис апокрифон книга юбилеев датируется вторым столетиям до новой эры генезис апокрифон возможно первым столетиям до новой эры первое столетие это иудейская война Флавия где Авраам и Сарай неожиданным образом превращаются в царей Сарай похищается фараоном которого зовут Нехо один из фараонов который существовал реально в конце эпохи первого храма то есть все как бы смешивается царь сара возвращается не благодаря силы оружия благодаря молитве Авраама это подчеркивается здесь некоторые утверждают что когда Флавий писал иудейскую войну он цитировал текст по памяти и поэтому мог чего-то напутать хотя это мне представляется весьма сомнительным поскольку он был из Коэнской семьи и тексты Торы несомненно знал правда в Кадмониота иудим он рассказывает рассказывает уже более близко к тексту но любопытно что и в случае спуска Авраама и Сара в Египет рассказывается о том что Авраам получает подарки после освобождения Сары тут опечатка Сарай должно быть Сарай и фараон не успевает до нее дотронуться и наконец я не буду все приводить из Флавия наконец последний наиболее поздний источник из всех это Боришит Раба где уже конец четвертого века новой эры начало пятого возможно там рассказывается что Авраам уже прикладывает усилия к тому чтобы Сара не досталась фараону он ее прячет там не только Авраам молится но и Сарай молится и кроме того все это дело вмешивается напрямую ангел который бьет фараона по рукам и не дает ему дотронуться до Сар то есть мы можем отследить некоторую цепочку цепочка это постепенное преобразование исходного рассказа где каждая новая стадия является своего рода исправлением предыдущей в полном смысле Медраж встречается только у Хазаль поскольку опять же для них текст абсолютно канонический все остальные тексты переписывают по-своему рассказы истории но для меня было важно подчеркнуть что сам этот процесс начинается в самой Торе и когда мы произносим слово Медраж как реакцию как рефлексию текста на текст который он читает это начинается исходно в самом начале в самом Танахе в самой книге Берешит то есть и в этом смысле можно сказать что книга Берешит это Берешит Керешит Хамедраж это то что я хотел сказать по поводу первой части я вижу что вижу что на вторую часть останется только место для некоторого введения но неважно я бы хотел сейчас сначала услышать какие-то ваши реакции на то что на то что было мной сказано можно я как бы дополню то что я сказал вот после того что вы объяснили мне кажется что все таки есть разница между внешними значит толкованиями которые могут быть да я в общем-то не все готов считать это Медрашом я не уверен что все это соотносится как бы с идеей Торы по сравнению с когда мы имеем дело с Торой с единым текстом поскольку действительно устное творчество оно для него характерно что переначивают и добавляют и изменяют это одно а когда это все направлено на какую-то определенную идею объяснения Торы то мне кажется что это все таки другое конечно Тора могла использовать и это то есть то что тексты пересказываются и могут иметь по-разному звучать вот и при этом как бы действительно дополнять но мне кажется что дополнение имеет определенную уже цель конкретную то есть когда разница между Фароном и Авимелехом в том что где-то если я не ошибаюсь конечно Авимелех назван Коином Саряедин нет вы ошибаетесь это совсем другой персонаж его зовут Малкицедек и это другая совершенно история да ну тогда тогда я считаю что при всем при том значит я не знаю Авимелех из какого народа кто он там сказано напрямую что он из филистимлян это конечно анахронизм в Торе потому что повторяю филистимлян в то время которое вроде как Тора подразумевает рассказывая историю о правоцах в этой местности просто еще не было они не пришли понятно но по крайней мере это не фараон это не Египет Египет считается как бы самым таким царством не святым далеким от святости в то время как кем считается а Торой самой самой Торой ну скажем так смотря смотря что и где сказано вы сказали что Тор текст единый он может быть текст единый но очень многоголосый историю исхода она показывает с кем и кто там ну и в медрошах конечно тоже это уже медроши которые направлены на толкование Торы а не на просто как бы интерпретацию узного какого-то рассказа мне кажется что здесь важно было показать то есть по сравнению с фараоном что это одно какое-то одна ситуация а вот что в других случаях может быть нет такого падения то есть люди хотя они все как бы не знают Всевышнего по-настоящему и не стремятся к этому знанию но могут быть разные просто ситуации разные и кроме того что как бы Авраам он сам как бы растет да то есть он не находится на одном и том же месте то есть это действительно можно было использовать самой Торе как раз как перерассказ как вкусное творчество внутри Торы которое показывает что Авраам как бы уже теперь действительно он действительно как бы проходит все испытания и есть определенная динамика в его росте вот может быть это понятно спасибо большое Эмиль я бы хотел все-таки может быть еще какие-то реакции выслушать на мое предложение да Миша пожалуйста ну по-простому получается что рассказ Авраама и Сары в Египте еще может быть какой-то реальная подоплека а два другие рассказа это исторические анекдоты которые приписаны в общем им можно не верить короче что они реально были а рассказ про Авраам и Сару в Египте он имеет реальные основания этого я не сказал ну грубо говоря я бы я бы все-таки сказал иначе основания исторические ровно одинаковые у всех трех рассказов насколько они историчные мы вернемся к этой тематике я говорю через несколько занятий когда будем говорить о заселении и время этой земли и о степени историчности того что на эту тему рассказано но я еще раз подчеркиваю с моей точки с моей точки степени историчности этих трех рассказов абсолютно одинаково можно принимать их как исторический источник можно подвергать сомнению их как исторический источник но так или иначе я-то пытался сказать что речь идет по сути дела о как сказать о разных версиях пусть поданных как другие события одной и той же истории история не в том смысле что это история Авраама и Сара в Египте а в том что это история героя и его жены сестры как литературный мотив вот что было мне важно я понимаю меня меня больше смущает в таком подходе если бы это были изолированные медроши нет проблем но эти же истории они вплетены в повествование Тора например история Авраама и Сара в Египте она служит для того чтобы объяснить почему Авраам вообще вышел из Египта история Ицхака и Ревки и Авимеллах она служит там важно что Ицхака и Ревка бесплодные и это такие истории их как-то откиняют то есть если получается что история про Ицхака и Ревку она полностью списана с Авраама то тогда исчезает то есть попадает аспект что Ревка бездетная она не списана она истолкована теперь я согласен Миша с тем что ты говоришь есть контекст и я этот контекст сейчас не приводил разумеется рассказы эти вписаны в тот контекст в котором они находятся и они уже завязывают связи с теми текстами которые находятся рядом с ними и это совершенно отдельный разговор каково предназначение каждого из этих рассказов в том месте где он находится то что опять же интересовало меня и я хотел вам это представить это именно связь как бы сказать по другой оси парадигматическая связь парадигматическая связь между тремя рассказами которые не могут не привлечь к себе внимания надо еще отметить в этой связи что это не единственный случай он может быть разве что единственный потому что есть аж три версии обычно бывают по две но вообще-то есть немало рассказов в торе и не только в торе в ранних пророках тоже это встречается когда у нас есть дублеты и можно по-разному пытаться их объяснять но нет сомнения что возникает сам вопрос связи между этими дублетами потому что они настолько похожи что как-то требуется обратить на это внимание и попытаться объяснить это сходство с одной стороны и различие с другой вот есть еще кто-то хотел бы высказаться перед тем как мы будем завершать я просто сделаю преамбулу к следующему занятию да Андрей я просто очень-очень коротко хотел сказать мне лично кажется понимаешь есть два для меня два капитальных подхода один подход то что мы обсуждаем письменную тора это вещь которая была дала Всевышний то есть вообще как бы не обсуждается мы должны понять почему второй подход который ну можно как бы приспособить который говорится о том что во многих литературных произведениях есть такие литературные приемы повторения зачины повторы повторяется несколько раз рифмы без рифмы там кучу народного фактора можно взять понимаешь то что повторяется все время это не новый прием правильно он все время повторяется у нас народа здесь можно сказать то же самое понимаешь поэтому вот между этим и этим мне честно говоря довольно сложно себя найти потому что как только мы сходим с позиции как бы ну я не знаю не хочу сказать квадратно-ортодоксальный но просто однозначно это тора зото-торашики бельмуши все понимаешь нечего как бы мне как только мы начинаем говорить а почему а может быть это было наслоение а может быть это было так мы тут же выходим как бы на периферию народов мира где это совершенно нормальный пример их хочешь ну возьми стихи Галича послушай тетя Фингали там все время повторяются какие-то вещи слыха да ну соответственно прием для того чтобы убедить с повторой с некоторым изменением я понял что говоришь я постараюсь соединить эти два два полиса когда мы говорим что тора дана Всевышним дана на Синае и это священный текст что собственно к чему это собственно говоря нас обязывает помимо того что мы как тех из нас кто воспринимает себя как верующие евреи и в этом смысле обязаны исполнять волю Бога так как мы принимаем ее на себя скажем в соответствии с лохой мудрецов к чему еще обязывает нас вот это требование если бы я я так думаю что если бы я спросил бы мудрецов эпохи Талмуда грубо говоря почему они толкуют тору я думаю что ответ был бы очень простой чтобы понять чтобы понять потому что для них это живой текст это не просто как бы священный канонический текст на который мы просто смотрим завороженным взглядом и больше ничего не можем сказать их подход был ровно противоположным главный вопрос был как это истолковать они воспринимали этот текст как живой и хотели его понять теперь то что я попытался здесь представить это одно живой только прости живой это значит текст с которым они божественны нет божественны но тот с которым они входят в непосредственный контакт текст об этом например Левинас писал в отношении по отношению к еврейским источникам некоторое живое отношение к тексту заключается в том что это не просто некоторая замершая форма пусть даже священная но абсолютно замершая и в общем для твоей души не актуальная ну что-то рассказывается когда-то и это освещено нет это живой текст в том смысле что я с ним начинаю вступать в живой прямой диалог как я это делаю я пытаюсь его понять объяснить теперь очень часто мудрецы использовали различные формулы в которых они как бы извинялись заранее за то что они говорят ну например очень известная формула если бы это не было написано нельзя было бы этого даже произнести в тексте есть какие-то вещи которые меня мое понимание приводит к каким-то довольно радикальным выводам так вот возвращаясь твоему вопросу я полагаю что то что я сейчас представил это одна из попыток понимания текста и это вовсе не сводит его с престола священного священного писания более того на мой взгляд чем более сложные и интересные вещи в этом тексте открываются тем это на мой взгляд плодотворнее для наших с текстом взаимоотношений я приведу здесь буквально одну историю хрестоматийную которую я люблю в этой связи рассказывать когда-то я был на занятия посещал занятия известного библеиста Исраэля Кноля и там со мной вместе был некий человек молодой довольно но в общем хариди и вот как-то раз после одной из этих лекций он подошел ко мне с довольно таким страдающим выражением лица сказал он же говорит всякие вещи которые в общем с точки зрения нашего того к чему мы привыкли скажем так выглядят весьма проблематично он выразился очень дипломатичный человек я не стал говорить просто кфера или что-нибудь в этом духе я ему сказал в конце концов ты же сам выбрал сюда прийти почему же ты сюда пришел из тебя из тебя это мешает и он тогда сказал потому что это так интересно это на мой взгляд вполне вполне удовлетворительный ответ если это интересно значит это живой текст в тот момент когда это перестает быть интересным и когда мы не пытаемся открыть для себя в нем что-то новое тогда начинается проблема теперь время наше вышло я просто скажу какой заголовок чем мы будем заниматься я только вот еще к тому что вы сказали одну секунду одну секунду я просто хочу все-таки какой-то заголовок может быть люди спешат значит заголовок такой мы будем заниматься другой вещью хотя и смежный я говорил что исход из Египта связан отчасти с этими рассказами но взгляд будет совершенно другой мы посмотрим на историю об исходе из Египта с двух как бы исходя из двух ракурсов история из исхода из Египта как некоторое отражение возможных реально происходивших исторических событий пусть даже преображенных в Торе это один взгляд и другой взгляд это взгляд на этот рассказ как историзация мифа какого мифа я вам скажу даже сейчас без всяких подробностей мифа о сотворении мира как историзация мифа о сотворении мира а что за этим всем кроется это мы уже будем в следующий раз с вами обсуждать да я вижу что две последние реплики я сначала дам слово а когда будет в следующий раз а в следующий раз вроде на следующей неделе в понедельник секунду у нас постоянно если нет специального объявления об исключении у нас постоянно димен курс по Йоме что у нас сегодня Шеник это понедельник называется Шеник понедельник 8 часов вечера слегка да Эмиль что вы хотели сказать я хотел сказать что вы представили как бы ситуацию что вот мне кажется это очень большое имеет значение к тому как вы подходите что вот взяли книгу они хотели понять что о чем там эта книга что вот они как бы что вот это древние я не знаю о ком вы говорили вот читатель он у него был живой интерес к этой книге он хотел понять поэтому его интересовали вот эти вот истории сравнения и все но мне кажется что тут дело в том что письменная тара она не только что даже может быть как бы по крайней мере одновременно с устной тарой возникла как бы и сопровождала всегда а скорее всего даже что очень много элементов устной тары были дописленной тары то есть он получал текст уже с пониманием уже сакральными значениями эти вещи они как бы значение и смысла они как бы шли вместе вот то есть толкование началось после того что сначала была написана письменная тара а потом началась медраши вот этот момент мне кажется очень важный для того чтобы правильно подойти это ровно то что я пытался сказать сегодня что толкование начинается в самом тексте тары вы хотите сказать что устная тара началась одновременно с письменной я совершенно не оспариваю этого утверждения я только хочу сказать Что Хазаль, например, мудрецы, и это как бы доказано, исследовано, когда они толковали тексты Танаха, тексты Торы в частности, они воспринимали весь Танах как своего рода такую игровую площадку, как интертекст, когда можно было совершенно свободным образом. Иногда нам кажется, что это довольно притянуто за уши, слишком причудливо, но они свободно могли для того, чтобы объяснить один текст, взять из другого места совершенно другой текст, объяснить там при помощи рассказа из Торы какой-нибудь стих из книги Тейли и сказать, что это то, что там имеется в виду. То есть, как бы, вот такой интертекстуальный подход, который я попытался продемонстрировать, их нисколько не смущал. Наоборот, как бы воспринимался ими как нечто весьма плодотворное. Ну, я думаю, что на этом нам надо завершать. Я очень надеюсь, что в последующих занятиях, пожалуйста, все участвующие в дополнении к тем, кто сегодня как бы высказался, пожалуйста, принимайте участие. Да, я тоже очень рад. Я совершенно рад. Можно говорить все, что угодно. Доктор Давид Капелевич, который он также Дима, которого мы знаем вообще, говоря, лет 30, наверное. Вот, он вполне благожелательный. Значит, тут никто ломит носы, никто не высокомерный. Вот, ни глупых мнений нету, да. И можно даже одну-две фразы сказать, написать в чате. Но я как бы знаю, что все лекторы всегда говорят, что очень тяжело, когда молчание в зале. Поэтому даже если вы пишете в чате, это создает совсем другую атмосферу в аудитории. Сто процентов. Окей? Да, Дим, ты согласен со мной? Да, абсолютно согласен. Я вот вижу, что как раз после твоих слов пришел чат от Игоря. Спасибо. На этом примере я по-другому увидел подход устной торы, как объяснение письменной миссии. Да, абсолютно. Спасибо большое. Это просто окрыляет лектора. Это окрыляет лектора. Спасибо большое всем и всего доброго. До встречи на следующей неделе. Дима, огромное спасибо. Было дико интересно. Мы продолжим разбирать, сражаться, выставлять мнения и так дальше. Именно для того, чтобы сделать наш главный предмет обсуждения, святую тору, очень живым и интересным предметом, что не противоречит еврейской традиции. Окей? Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всем счастливо. До свидания. Пока, пока, пока. Пока, пока. Продолжение следует...